В холле Дворца культуры Первоуральска на красной ковровой дорожке фотографируются гости. Зрительный зал наполняется. Здесь впервые проходит церемония вручения премии «Человек города». Приглашенные зрители и сами номинанты находятся в предвкушении и делятся мнениями о новом проекте. Очень важно знать, что у нас проживают такие люди, которые занимаются волонтерством, благотворительностью, какими-то полезными делами для города. Люди осмелись заявить о себе. Это ведь не каждый. Кто-то стесняется, кого-то журналисты, допустим, находят, вот об этом расскажем. А тот человек решительно решил познакомить себя со своим именно видом деятельности, в которой он преуспел. То есть мы Первоуральска слишком мало знаем друг о друге. Мало. Решил вот со своим проектом, особенно чемпионы, попробовать заявить. Очень интересно, конечно, поучаствовать, осмотреть других, себя показать. Блогеры Первоуральска голыми на вечеринке не ходят, заворачиваются в одеяло. Почему-то все считают, что самые такие крутые и известные блогеры находятся в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах. А между тем, очень много талантливых людей, которые живут именно в глубинке. Премию «Человек города» организовало общественное движение «Первуральск для тебя». Своим проектом общественники решили рассказать больше о тех людях, кто вкладывает силы и развивает родной город. Когда мы задумывали это мероприятие, то посчитали, что героев в городе Первоуральск очень много. Истина героев, которые делают каждый день какие-то маленькими делами, маленькими шагами, улучшают жизнь города в разных сферах. Поэтому мы захотели их проявить, чтобы город знал своих героев. Кто-то, возможно, вдохновился, а кто-то, укрепившись в своей правоте, да, скажем, стал работать дальше. На Первоуральске голуби нельзя. Торжественная часть начинается с представления всех номинантов премии в разных категориях. Первоуральск образованный, культурный, созидающий, комфортный, здоровый, спортивный и креативный. Кто-то номинировался сам, а кого-то выдвигали организаторы. Список финалистов определяло специальное жюри. После совещания во время музыкальной паузы члены жюри по очереди выходят на сцену и объявляют семерых лауреатов премии «Человек города». Первоуральский созидающий лауреатом становится Тихонова Ирина Викторовна. Первоуральский комфортный лауреатом стал Поповиченко Павел Валерьевич. Я хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, за тех ребят, кто поддерживал меня, также ребятам из моего любимого аксурса. Огромное спасибо. Одна из долгожданных номинаций вечера – народная премия «Человек города». За лауреатов в этой номинации голосовали сами горожане. Жюри выдерживает «Оскаровскую паузу». Андрей Александрович, максимально эффектно держит паузу. Савелева Ольга Михайловна. Ольга Савелева, тренер и педагог дополнительного образования. Вот она, радость победы, поддержите! Зал буквально взрывается овациями. Лауреат народной премии Ольга Цивилева. С 97-го года она работает в дворовом клубе «Юный строитель». Под ее началом свою спортивную карьеру в футболе и хоккее начинали тысячи первоуральских спортсменов. Уже столько лет прожито, и хотелось что-то вот такое, вот такое вот. И оно получилось. Что хочется – футбольный стадион в городе Первоуральске. Значит, надо принимать участие в каких-то всероссийских конкурсах и занимать места, и чтобы у нас был хороший город спортивный. Еще две премии от себя лично решает вручить глава Первоуральска. Ламинация у нас будет по мнению главы «Человек города». Я хотел бы, ну вот так, потому что там жюри решает, а здесь я и жюри. В конце концов, имей право, Игорь Валерьевич, сделать. Лауреаты специальной премии, общественник Павел Поповиченко и фельдшер из Новоуткинска «Любовь поторочена». Кристина Сепьева и Андрей Волков, Интера ТВ.